Сегодня 10 октября 2024 года я продолжаю тему об оккультных пристрастиях большевиков. Это второй ролик, но у меня есть статьи на эту тему. Очень много я писала в своё время, и сейчас я просто вспоминаю из того, что когда-то писала. Давайте, друзья, представим себе большевиков 1917, нет, 1917 год. Вот они пришли к власти. Кто они? Мы не знаем. Пришли к власти большевики. Круг стоящих перед ними задач. Мы уже обрисовали в первом ролике. Послушайте, нужно каким-то образом зомбировать. Если не, скажем, я не знаю, сколько было тогда в России, возможно, полмиллиарда, возможно, а может быть, все полтора миллиарда. На этот момент в России жило Сибирь, средняя полоса, где-то полтора миллиарда человек, возможно, два с половиной. Друзья, здесь ведь из какого места начинать считать? Вернее, от какого числа в нашей истории? Потому что до этого, во времена, скажем, Чингисхана, здесь было огромное количество людей, порядка пяти миллиардов. Что касается уже революционное время, то в 1904 году начали убивать подряд. То есть в Сибири шла война. Нам никто не рассказывает о том, что в Сибири шла война. Сибирь вся горела, реки горели, было применено какое-то особое оружие. И вот нужно было уничтожить еще больше людей. Это 1917 год. То есть тем, что Николая Второго послали. Николая Второго – это кайзера. Но неважно, друзья, мы пока будем теми именами, которые нам дала история. И вот Николай Второй. По молодости, будучи совсем молодым, он просто убивал. Из какого он рода? Кто такой? Откуда взялся этот царь-горох? Это просто царь-горох был. Рост его, ну, метр сорок два, метр сорок восемь, наверное. Коротконожка. Я даже не знаю, насколько он был вообще похож на человека. Если вы еще и рассказываете все о том, что Русь – это была богатыри, и вдруг такой вот батька Черномор, помните, который летал на бороде. Так вот это ведь о России. Руслана и Людмила – это о России. Черномор победил. Об этом мы с вами еще поговорим. А сейчас пока будем говорить о колдовстве большевиков. Они очень сильно применяли колдовство. На той территории посредством страха, крови, бесконечных убийств нужно еще было и обработать как-то население, то есть большую часть населения зомбировать. Для этого у них имелись знания, может быть, не полные, но они их старались пополнять. Знания, позволяющие передать этим миллионам, неким миллионам людей, некий зомбирующий сигнал. Знания строительства зекуратов, принесенных из древнего Вавилона. О зекурате мы с вами поговорим. Мы говорили уже с вами, есть ролики на эту тему, но, может быть, в рамках еще вот колдовства еще раз повторим эту тему. Итак, Вавилон, древний Вавилон. Вавилон тоже непонятно что. Это бэби, бэби-ленд, бэби, да, Вавилон. Но вот о том, кто мог быть носителем в современном мире этих знаний, об этом мы с вами рассуждали в большой статье НЛО и «Большая политика». Это часть третья. Звездолеты в центре Москвы. Так что некая база, несомненно, присутствовала. Достаточно ли будет этих знаний? Я думаю, что недостаточно. Можно построить зекурат, положить в зекурат террафима или несколько террафимов. Например, тело Бланка, головы также ритуально убитых, царя, допустим, да, царицы. Тем самым создать своеобразный передатчик, работающий на оккультных принципах. Однако, думаю, одного передатчика будет мало. Чтобы программа работала, нужно передатчик синхронизировать с приемниками. То есть, с головами миллионов русских людей, выбранных целью. А как это сделать? Вот вы представляете, полтора миллиарда людей осталось перед революцией. Думаю, больше. Наверное, все-таки два с половиной, а в революции один миллиард убили. А дальше уже убивали во время Второй мировой войны. Вот эти все сталинские гулаги и то, что было до них, оружие в виде голода, это тоже уничтожение населения. То есть, невозможно население уничтожить. Люди думают, что возможно быстро уничтожить. Невозможно. Это все делается по каким-то схемам. И схемы эти крайне жестокие. Если мы возьмем все-таки человека, как радиоприемник, аннунаков, большевиков, пришедших, это черный ритуальный интернационал, пришедший на русскую землю, то мы можем предположить, что передатчик нужно нам настроить. Настроить на волну воспринимающего народа. О какой волне идет речь? Мы не можем сказать определенно. Однако, общеизвестно, что мозг человека что-то изучает, что-то сам получает. Излучает электричество. Излучают другие какие-то волны, о которых опять-таки нам ничего не говорят, включая флюиды, которые также выделяются из человека. Причем по настроению разные флюиды. Или по менталитету тоже важно. Люди одной национальности образуют то, что оккультисты называют национальным эгрегором. Это область духовного мира, с которой мы связаны через наше подсознание. Отсюда мы черпаем некие духовные ритмы, выстраиваем связь с древним опытом народа. Речь идет о некоем глобальном поле, объединяющем души всего этноса в единую энергоинформационную сеть. О сетях мы сейчас знаем много, да? Вы знаете интернет, сети и все остальное. Так вот, души народов внутри одного народа, как объединение, нужно тоже объединить в сеть и потом транслировать в эту сеть то, что они захотят. Эксперименты на животных показывали, что такая сеть существует у каждого вида, формируя его в единую общность. Именно опираясь на эти связи, в той или иной ситуации мы обращаемся к области для решения проблем выстраивания отношений, опознания свой-чужой. Налаживаем отношения с теми, кто свой. Для примера возьмем термитов. Термиты каким-то образом знают, как строить свой муравейник. Пчелы каким-то образом знают, что им нужно не рыть норы, а лететь, собирать мед. Причем они как-то узнают, куда лететь. Одна пчела находит цветущую поляну, и туда мгновенно устремляются тысячи ее соплеменников. Каким образом? У нее что, телефон есть, как у нас? Или как узнают все другие? Так же муравьи. Не успеет один добраться до сладкого, как уже выстраивается линия, очередь к этому сладкому из муравьев. Одному таракану оборвать лапы. Я таким не занималась, жуть, конечно. Но так есть в интернете такой пример. И сразу все тараканы вокруг знают, что в этот дом лучше не ходить. На этом, кстати, основаны многие народные средства борьбы с насекомыми, с жуками, саранчо и так далее. Биологи рассказывают нам о едином информационном поле. Его еще называют поле, поле Шелдрейка. Не важно, какое оно поле, чем его называют. Оно поле. Оно и до Шелдрика было, и после него. Поэтому, как его ни назови, это просто информационное поле, к которому подключается каждая особь. Во время жизни, друзья. Не после жизни, да, а во время жизни. И мы тоже можем это делать. Но человека лишили за счет, наверное, всяких жижиц, жужелиц. Может быть, из-за этого лишили. Но мы просто не можем этого делать. Хотя, если у нас будет единое информационное поле, в котором мы общаемся во время жизни, то не будет ни воровства, ни обмана. То есть общество человеческое станет чистое. Если же вернуться все-таки к пчелам, к насекомым, да, то поле сначала, как говорят ученые, конечно, обучает пчелу стратегическим умением. Например, учит собирать мед. А после дает тактические советы, куда лететь и какое время для этого лучше выбирать. Так вот, это поле единое информационное, прижизненное. Это научно доказанный факт, от которого пляшет вся современная биология. Мистики называют поле в отношении человека эгрегором. У людей это поле реализуется как национальные эгрегоры. То, что мистики называют богами. Ну, богами верите вы, не верите. Так хранителями еще называют. Как бы ты ни назвал, оно есть только потому, что оно существует. С нами, без нас, друзья. Иногда кто-то из вас слышит голоса в своей голове. Голоса богов. Боги рассказывают. Хранители. Хранители всего эгрегора. Тоже могут общаться с людьми. И определяют поведение нации. Придавая ей национальную общность. Ну, это как бы теоретически. Всегда так люди об этом говорили. Теперь, если мы будем рассуждать по аналогии с радиоэлектроникой, предполагаем, что если невозможно воздействовать прямо на эгрегор, менять его информацию тем, кто стремится осуществлять внешнее воздействие, надо каким-то образом заглушить его волну или блокировать его приемник. Каким образом? То есть ту или иную часть мозга, если приемником является человек или человеческое стадо, да, человеческий, человеческое образование, народ. Для примера, можно взять борьбу СССР с вещанием Запада на свою территорию. Помните? Голос Америки. Ну, и другие были, конечно, станции. Заткнуть рот Голос Америки с СССР не смог. Возразить что-то вразумительное СССР тоже не смог. Было нечего возражать. Однако в Савдепе проблему решили. Были запущены машины, генерирующие шумы на нужной волне. Так называемые глушилки. Человек слушает Голос Америки, а кроме хрипа и обрывков фраз ничего не слышит. И зекурат вполне можно использовать в качестве такой глушилки. В нашем случае русского национального эгрегора. То есть зекурат могли поставить, чтобы заглушить русский национальный эгрегор. Ну, для того, чтобы люди воспринимали это всерьез, взяли и положили мумию. Причем мумию сто раз меняли. Это уже не тот, это уже не Ленин. Это вообще неизвестно что. Это что-то такое, ну, неважно, не буду даже обсуждать. Но это сто раз уже не Ленин. Кто это там? Когда положили? Рассуждать на эту тему, оно довольно глупо. Важен сам принцип, принцип устремления на Кремль наших мыслей. Мы мыслим, Кремль нами управляет. Поэтому именно у стен Кремля поставили этот зекурат, который транслирует шумы в нашу голову на наших человеческих недочастотах. Для этого нужно только настроиться на чистоту этого эгрегора, то есть настройку иметь, сонастройку. И когда эта сонастройка происходит, после этого передают шумы или патогенную даже информацию с разлагающегося трупа Владимира Ильича Ленина. Нет, друзья, это, конечно, все не так. Но это запускает такую мысль. Запускает мысль, чтобы люди об этом думали. Это нам рассказывают. Вообще все это не так происходит. Но а зачем нужно знать как? Вот есть просто обработка населения через телевидение, через шумы, через радио. Но не только, друзья. Купол над нами, воздух, облака используют с этой же целью. И так было всегда. То есть это не сегодня придумано. Это не новейшие технологии. Так было всегда. Дождь тоже может нести в себе информацию. Попадает он в ваше село. И вы имеете уже наутро совершенно другие мысли. Было так у вас? Просто повспоминайте. Например, когда работают экстрасенсы с одним человеком, так же на его волну помогает настроиться какая-нибудь его вещь. Почему иногда разыскивая человека, берут вещь? Ну, вещь, которая сугубо принадлежала и использовалась только этим человеком. В данном случае артефактом любого народа пытаются сделать некий культовый камень, некое культовое сооружение. И люди начинают туда ходить, молиться, просить что-то. И на самом деле вот эти культовые предметы есть то, через что влияют на человека. На них, на культовых предметах тоже какое-то идет воздействие, которое дает обратку на тех людей, которые начинают думать об этом предмете. Это древние артефакты. Чем древнее артефакт, тем больше охват этноса, так как выше вероятность того, что предки всех живущих ныне были связаны с этим артефактом. Это как бы еще одна часть, небольшая входа в тему оккультное пристрастие большевиков. На самом деле большевики-то использовали магию, а магию они брали у других народов, а потом все это они соединяли в еврейских книгах. Книга Тания, она не была изначально еврейской книгой, она была книгой древней. Вот по ней строились. Тания – это не еврейская книга. У евреев нет даже имени Тания, а книга называется Тания. Вы можете сто раз сказать, что это Тания, что это не то слово, друзья, Тания. Оно и есть Тания. Так что книга называется Таня. Почему? Но это мы с вами опять-таки можем возвращаться к этому. Это целый пласт науки, который я сейчас поднимаю, показываю вам, что такое оккультизм. И что оккультизм на сегодняшний день в руках еврейского народа и в руках черного интернационала. Они взяли власть в этом разделе влияния на людей. Они взяли власть в свои руки. И здесь ведь очень легко сначала запугать народ, убить, уничтожать, а потом делать его дебильным, ну а потом и брать власть над ним. Над дебилом всегда легко властвовать, всегда легко управлять дебилом. Я думаю, что это легко понять вам всем. Давайте мы еще раз вернемся к этому вопросу. На сегодня я пока закончу, потому что, насколько я вижу, как бы воспринимать информацию, тяжелую информацию, да, я ее даю легко, но ее воспринимать очень тяжело, потому что нужно переработать, понять, через себя прогнать всю эту информацию. А если ты не владеешь этой информацией, а слушаешь ее извне, то каждому человеку это тяжело дается. И надеюсь, что это будет понятно. Цикл у меня о большевистском оккультизме, большой цикл, и я надеюсь, что мы с вами еще продолжим. Вы пишите, какие вас вопросы интересуют, и какие бы вопросы вы хотели бы обсудить в этой связи. Потому что магия, как правило, на сегодняшний день, ее нет в народе. То есть есть где-то, может быть, еще, может быть, может быть, друзья, остались где-то старые бабки, или у кого-то перешло по наследству. В общем, все это становится блефом. Из человека нашего, современного, это все вытравили, вычистили из него, выбили, и все из него выбежало. Все, что называлось магией. Говорят, ее просто нет. Значит, будем верить, что ее просто нет. А вот есть она или нет, друзья? Знаете, иногда я вот рассказываю о том, что я веду курс лекций, о том, что я рассказываю, что это такое? Да, конечно, это все есть. Я рассказываю. Люди хотят научиться. Но прежде всего необходимо обращаться к себе, чистить себя самого, а потом только вникать в знания. Это трудно понять, друзья. Я понимаю, что это трудно понять. Хочется быстро, сразу, с наскоку. Я могу это делать, у меня родовая память, у меня память предков. А многим это еще тяжело. Но, надеюсь, получится. Когда мы будем все вместе заниматься, когда мы захотим это сделать, тогда это все получится. Просто так. Оно не бывает. Не могу сказать, что это все трудно, слишком делается, друзья. Но элементарно надо чистить свой организм через то, что ты не должен есть трупы. Труп животного, человека, насекомого. Труп. Ты не должен есть труп. Умерший продукт. Он должен в землю уйти. Он должен быть переработан. А если человек кушает трупы, тех существ, которые обладают кровью, которые несут в себе кровь, то это самое страшное. Это и есть тот грех, когда вы поедаете подобное себе существо. У него кровеносная система. Но не можете вы есть труп, у которого есть кровеносная система. Вам понятно? Я думаю, что этот вопрос понятен. Я Таня Карацуба, Сигидбургхан. 10 октября 2024 года. Но цикл статей на эту тему у меня написан... О, друзья, как бы мне еще вспомнить, когда он был написан? Наверное, в конце 90-х годов. Может быть, в начале нулевых. Скорее всего, в конце 90-х годов. Но это уже сейчас не важно. Важно, что все равно больше 20 лет прошло. Как написаны эти статьи. Я сейчас потихоньку, понемножку начинаю вспоминать и озвучивать вам. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...